Приветствую вас. Для начала вам желательно увидеть, что вы загнали себя по сути в угол, чтобы вы загнали себя по сути в позицию жертвы, ну, бегом от своего отца. Вот. И признать тоже, что ваши отношения с мужем, например, совершенно не были такими искренними, такими хорошими, если он бросил вас из-за этой ситуации. То есть, как бы, получается, что вы не выстроили качественных вы не выстроили, искренних вы не выстроили здоровых отношений со своим мужем. Вот. И вам нужно этот момент в первую очередь признать. Это не будет легко для вас. Это будет совсем не легко для вас. Но лучше, лучше, если вы это признаетесь самым старым. Только так и только в таком случае можно рассчитывать на то, что у вас, наконец, что-то изменит. Это будет понятно, что то, что вы делали до сих пор, то, что вы, то, как вы, ну, выстраивали свою жизнь до сих пор, да? Это ведет по факту, ну, ведет, это ведет, это вело по факту лишь только к негативу. Вот, негативу для вас. То есть, как бы, да, мы, конечно, не будем, мы не будем вашего отца оправдывать. Мы не будем говорить, что он прав, мы не будем говорить, что он хороший, мы не будем говорить, что вы плохая. Потому что это, ну, что же было бы далеко от истины. Но важно разграничивать ответственность, да? Важно разграничивать свою ответственность и ответственность другого человека. Важно давать себе отсчет в том, что и как вы чувствуете. Что, как и почему вы чувствуете. Это очень важно делать. Ну, вам, вам делать, вам. Это очень важно. Ну, вот. Давать отцу опор спокойно, но в то же время эмоционально необходимый элемент для того, чтобы вы смогли адаптироваться к самому миру, в котором вы живете. Понятно, что вас, скорее всего, травмировало это. Понятно. Но с травмой нужно работать. И, в первую очередь, вам необходимо самой перестать делать то, что, на мой взгляд, делает ваша мама. А именно стыдиться. Так она именно стыдится того, что происходит. А это принципиально деструктивная проблема. Она боится, что скажут людям. И, если честно, я думаю, что и вы тоже боитесь того, что скажут люди. Если честно. Мне так вот кажется. Мне кажется, что вы тоже этого боитесь. Вам тоже важно мнение других людей. Ваш муж, даже если действительно бросил вас из-за этой ситуации, ваш муж не может бросить своего ребенка. Если он бросил и своего ребенка, то, как я и сказал, возможно, вы никогда не были ему нужны. В таком случае вы и ребенок. Но вы имеете полное право требовать от него уплаты алиментов. Я так полагаю. И поэтому здесь стоит вопрос о том, насколько хорошо вы, например, защищаете свои интересы. Насколько хорошо вы отстаиваете свои интересы. Насколько хорошо вы это делаете. Если вы этого не делаете, вообще не делаете. Ну, это повод, опять же, с вами поработать. Это повод, опять же, с вами повзаимодействовать. Вот. Ну, научить вас, научить вас. Именно научить вас. Свои интересы отстаивать, потому что кроме вас этого не сделает никто. Вот. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что вы пишете, мама заболела и пришлось ехать к ним. Ну, вот. Я могу, конечно, чего-то не понимать, безусловно. Но зачем ехать к маме, зная, какая ситуация с вашим отцом, да? Зачем ехать к нему. Ну, к вам домой, зачем ехать к нам домой. Узная, какая ситуация там происходит. Вместе с ребенком и за мамой. Вот. Для чего вы это сделали? Вот понимаете, с трудом верится, что вы это сделали? Или что вы это делали? Ну, не ожидая тех моментов, которые в итоге произошли. Понимаете? Вот с трудом в это верится. Поэтому, поэтому здесь тоже позиция вероятной жертвы. Вот. Ну, нужно, соответственно, вам из этой позиции жертвы выходить. Вам кажется, что вы до сих пор беспомощны, вам кажется, что вы до сих пор не можете себя защитить. Вот. Это в корне. В корне не так. Это совершенно точно не так. Ну, для того, чтобы вам это признать, нужна определенная работа. Вот. Потому что, ну, так вы, скорее всего, не сможете. Вот вы говорите, да, как держать себя в руках. Ну, например. Так, а зачем держать себя в руках? Как бы не нужно этого делать. Не нужно держать себя в руках. Наоборот, с чувством необходим выход. Но выход с чувством необходим адекватный. Пока что вы себе этот выход с чувством запрещаете. И нужно понять, почему вы запрещаете выход с чувством. Ведь я уверен, не просто так вы говорите о лопнувшем своем терпении, которое закончилось, когда вы приехали. А может быть вы ожидали, что все изменилось. А если вы ожидали, что все изменилось, почему? Ну, почему вы ожидали, что это изменится. Вопрос. 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 Так что, с этим нужно тоже поработать. Вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. ознакомьтесь пожалуйста с треугольником картмана вы можете изучить его в интернете изучение треугольника картмана поможет вам лучше понять свою позицию в текущей ситуации и увидеть в какой позиции находитесь вы и что эта позиция условно говоря предполагает ну для вас и соответственно что можно что можно сделать дальше соответственно что можно что и как чем можно вам помочь ну дальше я имею ввиду вот я думаю что примерно так можно вам ответить на вопрос который вы задаете я надеюсь что для вас это было полезно если вам понравился мой ответ буду благодарна за его оценку в качестве лучшего я желаю вам всего самого доброго удачи и надеюсь что ваша ситуация разрешится самим лучшим образом